Всем привет! Ребят, хочу показать, как протаскивать в Ренат Дастер провод для камеры по багажнику задней двери. В нескольких видео, которые на YouTube были размещены, говорилось о том, что в этом месте есть перегородка, и кабель туда не протащить. Кабель люди выводили вот отсюда, вот таким вот образом, и вниз вот сюда переходили к гофре. Потом кабель увозили уже в салон. На самом деле здесь нет нифига перегородки никакой, здесь все довольно свободно проходит. Для протяжки используется обычный беруашный зонт для протяжки проводов. Стоит 250 рублей в Леруа. Более скажу, что я даже смог протащить штекер. Сейчас я размотаю немножко. Вот, размотал немножко изоленты. Изоленты связывал для того, чтобы более-менее лучше привязать к зонту. Вот, посмотрите, у меня здесь даже штекер для провода от камеры. Сколько здесь? Ну, сантиметра полтора, одна фаланга пальца. Легко, ну, два, может быть, максимум. В принципе, беспроблемно прошло. Здесь небольшая петелечка, чтобы провод не переломить так. В принципе, к зонту было привязано изоленты без всяких вопросов. Соответственно, вот от камеры у меня вот оттуда пришел провод. И вот сюда вот он под обшивку ушел. Вот он же, видите? Единственное, для помощи открыл вот эта вот заглушка, чтобы было видно, проходит ли зонт или нет. Вот эту вот тоже заглушечку открыл для понимания. Но здесь она не нужна, ничего из нее не видно. То есть, а теперь, ну, дело техники. Засунуть также зонтом в гофру этот же конец и завести в салон. И не нужно ничего городить под обшивкой вдоль стекла. Все будет убрано внутрь двери, никаких проблем. Единственное, конечно, можно было бы антишумкой провод обмотать. Ну, я пока этого не сделал. Посмотрю так пока. Ездить будет, не будет. Так, вот зонт запихнул еще в гофру. В принципе, тут осталось дело техники. Вот петельку провода от камеры вперед. Штекер назад. Сейчас тоже его обмотаю и через гофру проведу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...